Добрый-добрый-добрый вечер всем! Ну что, приветствуем всех болельщиков команды HellRaisers и болельщиков команды Alliance, если вдруг такие имеются. Ну, на кого рарочки поставили, за того, собственно, и топим. Ну, понятное дело, что большинство у нас пришло посмотреть на матч своей любимой команды, команды HellRaisers. Не буду, собственно, кривить душой. Я являюсь частью вашей команды. Ну, по факту, давайте теперь перейдем к матчу. Немножко позже по турнирной таблице и по, вообще, положению дел в группе А Европейского дивизиона я вам расскажу. На данный момент команда Alliance уже забрала Веспа. Взяли Бэтрайдера и Квапу со стороны HellRaisers, Бристлбэк, Энигма, Венжи Фулл Спирит и Сларк. Ну, HellRaisers молодцы, в принципе, что третьим баном отправили Тинника отдыхать. Даже удивительно, почему вторым пиком появился Бэтрайдер, а не Тинни. С другой стороны, под Веспа есть еще герои, которых можно пикать. И Alliance не хуже меня об этом знают. Всегда есть Свен. Да, собственно, кого угодно бери. Весп любого выформит. Ну, Свен, я думаю, тоже должен у нас, скорее всего, в баню отправиться, если Alliance сейчас его не заберут. У HellRaisers по пику, собственно, хорошая, дамажащая, плотная комбинация. Ну, по олдскулу пошли Alliance. Где-то что-то они вроде как даже International выигрывали данным пиком. Chaos Knight и Весп. Беда и печаль. У лоды на данный момент, собственно, все. Герой за лодой зарезервирован. Понятно, что именно он и будет отыгрывать у нас на ЦК. Ну, все помнят. Это 2000... Какой? 12-й, да? Нет, 2013 год. Это боли унижения для всех фанатов СНГ Доты и гранд-финал International 4, где этот ЦК расковырял трон. Ну, теперь нет, наверное, наиболее яркого и известного игрока команды Alliance. Нет бульдога. Там уже, собственно, крысить некому. S4, который отменял в свое время телепорты к команде Na'Vi, тоже у нас отъехал. Да и команда Na'Vi постепенно у нас отъехала из Доты топ-уровня. Как не прискорбно это замечать. А HellRaisers развиваются и, по-моему, все у них великолепно идет. На данном моменте HellRaisers находятся на второй позиции в своей группе. Там группа вообще провальная, потому что всего 8 коллективов, еще и Asus Polar рассыпались. Вот. И HellRaisers держали долго первое место, но теперь отошли на вторую позицию. На первом месте на данный момент Balcan-Birth Corleone, но у них на один матч больше. Соответственно, катка Best of 2 в запасе есть у HellRaisers. Это, конечно, не проходная катка. Победить Alliance 2 раза подряд это дорогого стоит, но надо выигрывать 2 раза, если не хотят переигровок с BBC. Там от них черт знает, что вообще ждать от Balcan-Birth Corleone. В общем-то, команда тоже на ходу, на уровне. Ну и бороться с ними в формате Best of 1, кто знает, что вообще получится. Лучше здесь брать свои верные 2 поинта и выходить с первого места. Иначе, 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 иначе. Иначе просто лишний головняк. Ну что, Alliance отправили кентавра у нас в последний бан. И со стороны команды HellRaisers в бан уходит Леон. Варлок от HellRaisers. Ну тут супер-глобал страта вообще. Энигма в Варлок. Очень интересно посмотреть, куда у нас Варлок отправится. Как по мне, это Варлок в мид. Энигма в лес. Сларк для Артеса на фарм. Ну и Брист, конечно же, отправится у нас в сложную. Ну, Варлок в миде это какое-то чудо. Не так давно наблюдал Варлока. Уже не помню, столько коллектива все перемешалось. Но, короче говоря, одна команда очень сильно терпела. Кто же это был? Кто же это был? Какой-то европейский дивизион, по-моему, там... Ладно, не вспомню. Короче говоря, терпели-терпели. Первую катку взяли Варлока. И 5-0 стоял Варлок на миде. Это, конечно, жуть полнейшая. Разорвал там, по-моему, Вайпера или разорвал Разора. Как-то это выглядело даже ужасно. Ну, теперь глянем, как будет реализован Варлок. Афониджи забирает данного персонажа. Это 100%. Варлок отправляется у нас в мид. Артес играет на Сларки. Дредд будет отыгрывать на Венжи Фулл Спирит. Гадем играет на Энигме. И Горец на Бристлбеке. Со стороны команды Альянс. Аки играет на Веспе. Бэтрайдер для Никвы. В сложную отправляется Пайкат на Квапе. Лода на ЦК. И Мачка забирает у нас Огрмага. Ну, собственно, что сказать. Персонажей разобрали. Ребят, понеслась. Хейрам вообще кровь из носу. Надо вырывать две победы. Альянс они должны не почувствовать. Иначе придется им чувствовать Балкан Бирскорлеона. А Балкан Бирскорлеоны гораздо сильнее выглядят сейчас, чем Альянс. Да много каких коллективов сейчас выглядит интереснее, чем Альянс. Как и Нави, которые играли в гранд-финале против Альянс в 2013-м. Чуть-чуть подсдали. Так и, собственно, Альянс тоже не лучшие времена переживает. По старой памяти можно и за них топить. Лишним не будет. Ну, видите, зеркальная ситуация. Команда Альянс отправляется во вражеский лес. То же самое делают Хеллрейзерс. Тут они, правда, никого не найдут. В пятером. Это уже, собственно, о многом говорит, что игроки не по четыре. И один на руну на противоположной линии идет. А в пятером отправляются в лес. Что одна команда, что другая. Собственно, это показывает примерное отношение к своим оппонентам. Не хотят ошибаться здесь ни одни, ни другие. Но Альянс тут, скорее всего, лицо не потерять. Матч более имиджевый. Потому что Альянс ничего не светит. Они то ли на пятом, то ли на шестом месте. Выход, как Саша Васильев пел, выхода нет для Альянс никакого. Лода уже пытается к руне подойти. Но тут, собственно, три рейнджевика. Попробуй подойди вообще к ним. Не то, что к руне. Все, Афонин же забирает руну. И с этой стороны Акки прибрал к рукам руну. Ну, понятно. Веспу очень нужна фастбанка. На нее, собственно, все и рассчитывается. Ну что, Матчка отправляется у нас на нижний лайн. Будет он помогать Никве фармить. Против Никве здесь должен Артес с Дредом стоять. Ну и Горец, конечно же, на топе на Бристлбеке. Гадем влез на Энигме. Артес уже здесь. Уже укомплектовался. Ставт Шилд. Куча хила. Здесь терпеть, наверное, придется. Линия не совсем-то и легкая для Артеса. Ну и быстрее бы, быстрее сюда Дред подошел. Потому что как бы на ранних левелах Сларку не подслится. На сложный. Горец фармит против Пайката на Квапе. В мид отправился Лода. Отправился вместе с Аки на Веспе. Вот такая добла в мид. Ни Тини, ни Свен. Нет. Сюда отправляется ЦК. ЦК вообще на Веспе. Это ЦК, точнее, и Висп. Это известная комбинация. Часто используемая. Но чтобы в миде они стояли, конечно, не часто такое увидишь. Ну вот, собственно, ликбез для всех комментаторов и зрителей, которые данную комбинацию наблюдают впервые. Да, это вполне, в принципе, возможно. Все есть. Мана пополняется нон-стоп. Тут Хиль ЦК. Стань в Варлока. В общем-то, комбинация, в общем-то, ясна. 6-1 уже у Лоды на миде. Афонин же стоит против данной даблы со счетом 1-2. Не подпускают его к репам. Сразу же рифт у нас в Афонин же. Стан, правда, на 1 секунду. Можно попытаться выжить. Подхилил у нас крипа Афонин же. Крип стоит, пышет здоровьем. Да, мисклик у нас от Афонин же. Собственно, проседает по ХП. И такая, наверное, дизмораль некая присутствует в данном муе. Надо помогать. Надо сейвить. Варлок не заберет не то, что не наберет левел. Варлок здесь может и потерять больше, чем заработать на данном лайне. ЦК уже даже без виспа позволяет себе по тавор идти. Лода динает прям по таворам. Ну, банка, видимо, прилетела. Да, Лода себя относительно комфортно чувствует. Ну что, Артес у нас ворвался в нику. Начинает нарезать. Пассивка имеется. Уже где-то что-то подстилил просто там. Ну, лучше бежать. Так, и фёстблат у нас забирает пайкат. На горцы делает ФБ. Немножечко не успели. Просела по ХП у нас сильно. Кваптака. В это время у нас в миде матчка выходит. Вы что, издеваетесь, что ли? В это время матчка выходит и помогает Дабле и Злода Яке расковырять Варлока. 0-2 начало для Хеллрейзерс. Вообще неудачное. Да и для меня не очень удачное начало. И ФБ, и первый фраг на миде. Все как таком. Ладно, дальше будет интереснее. Дальше будет больше процент, я думаю, изменится пропусков. У Гадема постепенно появляется Солу Ринку. У Афониджи даже тапка нет. Тут уже не стоит даже о Ботле говорить. У Горца на сложный. Горец, кстати, пайкату нормально. Крылья подрезает. У Горца 400 на руках. Ставят Шилд. Пока что нет тапка. Дреда зацепили. 4 стака на Дреде Напалма. Дред разваливается. Артес. 2 стака на нем. Ну, Никва вряд ли пойдет на лоу ХП. Отпивается у нас Артес. Возможно, подойдет сюда Гадем. Нет. Гадем занят. Да, лайн вспомнили, видимо. Тряхнули стариной. Подприразвалили. На всех лайнах команду Хеллрейзерс. Начало более чем удачное. И топ, и низ, и верх. Везде всего по чуть-чуть. У Пайката. 10 на 4 Крепстат. Пайкат, я так понимаю, у нас очень сильно занят. Очень сильно занят у нас Бристалл Бэком. Ну да, проседает Бристалл. Тут, конечно, отхил необходим. Без регена особенно непростейший. Опять же, спамит Пайкат. Но он стоп у нас. Шадоу Страйк. Тут Скримов Пейн тоже имеется. По мане у Квапы все великолепно. Бей не хочу. У Гадема Сол Ринг. 100 сверху. Мачка врывается у нас на Артеса. Артес на лоу ХП, но отсюда должен уходить. У Гадема Малифейс есть, но зацепите вы кого-то. Дре отсыпется по ХП, но отсюда уходит. Из файта драка без фрагов оканчивается. Хотя никто еще, может ничего еще и не закончилось. Артес недалеко. Готов драться МП. У Мачки нет. Но будет ли прыжок? Никва тоже относительно недалеко. Через Малифейс того же Никву поймать можно. Нет, решили Мачку загонять Артес. Какой прыжок? 10-0, 9-8, 9-9, 10-0. Да, прыжок вообще не удался. Паунс в никуда. В это время разваливают у нас Варлока на Мидлене. Ну и пошла теперь погоня от команды Альянс. Артес Сики провязал. Никва на лоу ХП. Но Никва, в принципе, дреда может сжечь. В спину заходит Гадем. Нет маны на Малифейс. Никву должны заковырять. Первый фраг для команды Хеллрейзерс. И все-таки умирает здесь Дредд. Артес на лоу ХП. Горит. Опять же здесь Файерфлай под ноги. Но должны Мачку разваливать. Через Эйдолонов. Как-нибудь вообще. Даблкил от Гадема. Все. Задание минимум выполнено. Команда Альянс убиваемая. И команда Альянс... В принципе, не неуязвимая. Наконец-то первые фраги Альянс сделали. Не Альянс, а Хеллрейзерс на Альянс сделали. Можно теперь играть более-менее спокойно. Ну, а Фонид же, конечно, беда. В Мидлейне тапок себе насобирал. Больше пока ни на что не получается накопить. Ну, шестой близко. Там, гляди, более сейвово можно будет играть. У Горца. В Курьере лежит Боттл. Ну, бюджетный вариант. До Вангварда собирать еще и собирать. Так, обхивал под ноги Аки. На лоу ХП. Тизер имеется. Улетает Клодин на хайграунд. Горец будет ли заплевывать у нас Аки? Ну, можно. Можно попробовать. Три секунды Горцу здесь стоять. Гадем. Пятый левел. Как бы здесь неплохо Блэк Холл зашел. Так. Лода убегает. Ну, Лоду попробуй пробей. Здесь тысяча ХП. Здесь, опять же, нормальный мувспит за счет пауэртретс. Да. Лода. Как у Христа за пазухой вместе с виспом. Тут особенно не продамажишь. В это время у нас Артес. Собрал уже Даблу под собственным Тауэром. У Артеса тоже дела невеликолепно идут. Правда, он не умирал. Это хорошо. Ну, и по крипам. 18 на 7 на 7 минуте. Это, конечно же, мало. Тут до показателя 80 еще фармить и фармить. Горец тоже от Пайката получает. Ну, что можно сказать? Можно сказать, что по лайнам, конечно, так. Афонинджи. Шестой есть. Ну, бросай ты им на голову кирпич. Где же? Где вообще у нас големы? Големы падают у нас на Аки. Правда, умирает Афонинджи. Аки развалился. Ульта пошла от Лоды. Гадем 6-го левела. Собери. Собрал вокруг себя. И отправился в таверну. Дреда притягивают через реалити рифт. Дреда разваливают. Убили у нас виспавис. Выкупился и Аки еще и фуловым лоду сейчас сделает. Ну, разменялись 3 в 1 на миде. Еще там где-то у нас отъехал Горец. Горец соло отъехал от Пайката. Соник Вейв всего по чуть-чуть. 3-9. А Лайнс начинают очень мощно. 4 тысячи на 8-й минуте по золоту. По экспириенсу 3 тысячи. Афонинджи пошел драться. Ну, наверное, не по шансам здесь драться. Да, шеры как-то немножко кривовато начали данный матч. Тут, ну, прослеживаются ошибки в плане расстановки лайнов. Ничего интересного предложить не могут своим оппонентам. Тут, собственно, под диктовку АЛАЙНС идет вся игра. Встреча у нас на топ-руне Пайкат. Ловит стан, ну, улетит же отсюда. Да, Пайкат просто отсюда уходит. На половину битый, но, в принципе, живой. И вполне себе здоровый. У кого там Мидас появился? У Сларка, по-моему, если не ошибаюсь. Так, Курьер, Курьер. Кому же Мидас летит? Для лоды Мидас у нас. В Курьере уже готов. Это все после Пауэр Трэдс. Ну, и еще 300 сверху золота. Понетворд Сулода на первом месте. 4200. Общая стоимость его. 3800 у нас Пайкат. И только потом идет Артес, у которого 3000. На легкой стоял Фармил. Ну, опять же, тут попробуй пофармить. Постоянно загоняют его по Тавер. Постоянно надо какие-то файты невменяемо устраивать. Так, а Фониджи опять поймали. Через Фаербласт, через Реалити Рифта, Фониджи расковыривают просто как ребенка. Тут надо под сейв, надо кому-то смещаться. Должен Гаддем быть. Он-то, в принципе, здесь есть, но какой-то экшен надо хотя бы организовать. Эдалоны и бежать. Да. Ну, Ашер, безусловно, сейчас деморализованный. Я думаю, тут какие-то варианты подраться. Наверное, в голове не проскакивают. Надо немножко перетерпеть. Чего-то там доподфармить. Подфармить у Бэтрайдера уже готов Даггер. Никва, 10-ая минута, Даггер готов. Тайминг неплохой. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Ну, просто как новость для команды Ашер, новость неприятная. И все, отправляется забирать файл во вражеские леса. Уже у нас Гаддем будет по золоту проседать. Драка пошла у нас на топ-лейне. Кирпич на голову Аки и на голову Лоди. Рассыпалась звенга. Дредд отправляется в таверну. Через 2 секунды отсюда Висп уходит. Еще и перед смертью умудрились кирпич в Гаддему в голову на 3 секунды запустить. 10 минут сыграли. За 10 минут 5000 преимущества Альянс, 3000 по экспириенсу. Все в пользу тех же Альянс. Шведы, конечно, рвут и мечут. По-моему, все более-менее хорошо получается. И выиграли они по пику. Разобрались по расстановке лайнов. Ну, не сказать, что выиграли по пику, но по расстановке лайнов явно команда Ашер где-то что-то прогадала. Горится. Сюда тэп-аут. Мачка выходит у нас в Гаддема. Игнайт полетел. В лассо стоит Афониджи. Блэк-холл Гаддема на полторы миллисекунды. Ничего не получилось. Лода сразу же с Блэк-холлом разобрался. Разорвали Гаддема. Разорвали Варлока. 3-13. Что вообще у нас происходит? Альянс, видимо, очень серьезно и очень плотно поели перед матчем. Энергии достаточно. Сил много. Может, даже и монстра у нас подпили немного. Но в любом случае, Альянс играют в агрессивную доту. Это приятно наблюдать. Да, неприятно наблюдать, как сыпется Ашеры. Ни мне, думаю, ни вам. Но то, что Альянс показывают классную агрессивную доту и по всей карте устраивают нон-стоп-экшен, это в любом случае радует. Горец изгнан собственного лайна. Пошел разбираться с Эншентами. Мстить за ту боль и унижение, что он на лане испытал. Давайте по вещам пробежимся. Может, у кого что интересное уже нарисовалось. Полторы тысячи у Пайката после Пауэр Трэдс, после Боттла, Нул Талисмана, Мэджик Вонт. Всего достаточно у нас. У Пайката отстоял легкую великолепно. У ЦК чуть-чуть еще остается до... Немного совсем до Мордигана остается у Лоды, да. Что-то я залип, считая 450 плюс 500. Бэтрайдер появляется уже, Ставфу Физердрим у Никвы. Форс Ставф выходит, но до Форс Ставфа относительно долго. У Виспа ничего особенного. Так, Гадем у нас вместе с Лодой встречаются. Врыв сразу пошел от Ортеса. Гадем на лоу ХП дичайшим. Сыпется очень сильно. И туда же отправляется Горец. Но самый жирный герой команды Хелл Рейзерс просто валится. Вернули назад Ортеса. Расковыряли. Анстапа был для Лоды. Что за начало? Это уже не начало даже. Это уже где-то мидгейм, судя по левелам команды Альянс. Это уже 11-й у Лоды. За 12 минут практически 11-й левел. Для Лоды есть миддаст. Тут фарм скоро польется рекой. Плюс 6-0 счет. Ну, ух, что вообще сказать. У Квапы тоже, в принципе, близко к 11-му. И по левелам команды Ашер, вы видите, дела вообще неприятные. У Ортеса 9-й. У Горца 8-й. Ну, а дальше 7-й, 6-й. Ну, тут, конечно, не лучшие дела. Абсоед Варлок, который стоял в соло в миде сейчас 8-го левела. Афонин же, по-моему, 1-й или даже половину удачного ульта дал. Это было в миде. Смогли там Виспа расковырять. Ну, не для этого. Явно не для этого данный скилл. Варлоку в этой игре не для того, чтобы Виспа забирать. Висп должен просто взрывной волной у нас разваливаться, а не через големов забираться. Ну, такая ситуация. У Ашер надо терпеть, ничего не поделаешь. У Гадема остается до Мекки еще 600. У Ортеса после Мидаса 600 на руках. Пауэр Трэдс имеется. Ну, хотя бы так для начала. 0-1 счет у Мейн Керри команды Хелл Рейзер. У Бристл Бека Пауэр Трэдс. Боттл больше горит, пока ничего себе не приобрел. У Афонин же 1000 на руках. Пайкат врывается у нас в Афонин же. Скорее всего, приехал здесь Афонин же. Соник Вейв в лицо. Пайкат разбирает у нас. Мидлейн команды Ашер. Лода на лоу хп начинает наплевать. Ну, Лоду можно забирать. Срывай стрик, Ортес. Горец даблкил. В этой драке, по-моему, нормально. Капусту Горец поднял. 1700 на руках. Ну, замаячил где-то вангвард. Ну, хоть так. Лода рассыпался и отдал, по-моему, Unstoppable стрик. 1300 в одном файте у нас для Горца. Плюс Т1. Как десерт вообще для команды Ашер. Никву высвапывают. Ортес врывается на Никву. Никва должен рассыпаться. Сюда приходит Пайкат. И Пайкат продолжает месить команду Ашер. Ортес уходит. Горец вроде бы и подраться готов. Но в соло, наверное, тут не подерешься. Хотя недалеко Ортес. 6.18. Ну, и экшен продолжается. Никуда команда Ашер не собиралась. Невывозимых каток нет. Об этом прекрасно все знают. Ашеры знают об этом явно лучше меня. Варлока 1200 на руках. У Гадема Мека уже готова. Уже хорошо. Один несчастный Блэкхолл на топе. Там пару миллисекунд он был. В общем-то, никакого шоу-тайма, никакого веселья для команды Ашер еще не было. Что у нас по Коргеру М-Алайнс? Уже есть, в принципе, готовый армлет для лоды. Еще, я так понимаю, в принципе, ничего. Это все выбросить. Это такой мусор в стэше. Мейн-керри команды Алайнс. У Квапы появляется Ultimate Orb. Пайкат у нас... Куда у нас пайкат, кстати, отправляется? Не очень понятно. Что это будет? То ли это будет ранний Хекс, то ли это... Ну, линкен-сфера, в принципе, от кого? Тогда линка здесь? От венги или... Линка-то сбивается легко обычным Гу Горца. Ну, глянем. Немножко попозже посмотрим. Уже две тысячи практически на руках у Пайката есть. Скоро какие-то артефакты появятся. Ну что, готовится встреча у нас на нижнем лине. Ашеры на разведку Эдолонов. Машку отсюда отогнали. Машку. Т1 горит. Т1 горит, Т1 рассыпается. Ну, иллюзиями спук... Просто поразвлекали команду Alliance. Ашеры отсюда отходят. Ну, действительно, драться не по шансам. У Гадема... Девятый левел. Мека есть. В принципе, можно попытаться бы где-то экшен организовать, но для этого, опять же, нужен ульт Варлока. Афонинджи пока... Ничего особенного. Тут кое-как Мэджик Вонт вообще. Афонинджи наковырял себе. Ну, провальный Варлок на миде тут. Даже душой кривить не получится. Просто иллюзии. Просто через Фантазм направил. Лода у нас на Тауэр. Свои иллюзии. Где-то четвертую часть. Даже чуть больше. Тауэра отковыряли. Ну, так ведь будет и дальше. Дальше просто иллюзии будут мощнее. Уже появляется Виталити Бустер. Лода. Не знаю, Вангвард. Нет, наверное, не Вангвард. 2300 на руках. Конечно же, это... Поход у нас в Тараску. Ну, и при таком фарме, при таком количестве убийств и таком малом количестве смертей, Тараска, я думаю, относительно быстро и появится. Гадему нужен Даггер. Нужно врываться. Артесу тоже пора бы хоть что-то себе нафармить. Ну, уже готов Шадоу Блейд у нас для мейнкери Хейеров. У Бристалбека после Вангварда. Должна лететь уже Сэндж. Нет, Сэндж еще не летит. Осталось на рецепт насобирать. Так, зацепили. У нас здесь Энигму. Энигму очень быстро разобрали. Влетели с Срилокейта. И этот Срилокейт у нас Гадема в таверну и отправил. Лоды 8-1-4. Чем его контрить, толком так и непонятно. Бристалбек забрал в это время Виспа, но дождались. Куда у нас возвращается Висп? Отомстили за своего саппорта. Энигма на Висп. Ну, в любом случае, это для Ашеров. Размен 617 на одном Виспе. Вы представляете, как сильно команда Альянс впереди была? Если так много платят за обычный пищащий шарик. 3 тысячи уже на руках у Лоды. Как вообще? Откуда эти деньги у Лоды берутся? Что происходит? Не могу толком понять. Там по фарму, конечно, Лода прилично себя чувствует. 100 крипов у нас. 8 убийств. У Лоды все великолепно. 3-400 на руках. Сейчас уже будет готов Ривера. А потом, чем его сносить? Хватит ли Блэкхолла? Хватит ли вообще двух Блэкхоллов, чтобы расковырять у нас Лоду? Это действительно вопрос. У Афонин же появляется Мидас. Наверное, правильное решение. Судя по тому, как сильно у нас загнобили. Варлока 0-6-4. Релокейт через 2 секунды. Смоу провязали Алайнс. Куда-то будут врываться. На Рошана будут врываться. В принципе, можно и Ашером туда заглянуть. Почему нет? Афонин же есть уже второй... Вторые големы. У Бреста тоже 12-ти. Можно. Но здесь просто взяли и разорвали Дреда. Лишнего себе позволил у нас капитан команды. Хеллрейзерс очень быстро развалился. Ну, теперь... Пришла очередь Рошана. Артес в это время фармит. Шадоу Блейд имеется. Честно говоря, Шадоу Блейд... По шансам ли вообще драться у нас сейчас с Ларку. Может быть, был смысл укомплектоваться в какое-то... Вменяемое количество ХП. Пускай какими-то там правдами-неправдами насобирать себе Скади. Где-то в полнейшей фарму идти. И где-то насобирать этот Скади. Хоть как-то выживать в файтах. Ну, в это время у Квапы появляется Сайд Тов Вайз. 20 минут. Пайкату понадобилось для того, чтобы собрать... Наверное, один из важнейших артефактов для... Интеллектового героя. Ну, зацепили здесь еще и Горца. Горца вряд ли отпускают. Игнает уже бросили. Фаербласт в Горца. Горец летает. Старается отсюда как-то уйти. Ну, куда ты, собственно, денешься? Отсюда в пятером. Команда Альянс здесь. Еще и Стрелокейта. Лода прилетает вместе с Аки. Как будто мало было... Одних... Интеллектуалов, которые гнали у нас... Беднягу Горца. В своем лесу. 680 Альянс насобирали... С потерянного Ашерами Бристлбека. У Горца 3-4. Горец вроде бы самый крепкий. А, конечно, сыпется. Вообще неощутимо для команды Альянс. 7-21. По графикам. 6500 Альянс. По экспириенсу Альянс. 2500. Но тоже впереди. По Тауэрам видим, что... Три Таура для шведского коллектива. И два Таура снесли игроки команды. Ашер, ну... Вот, наконец-то, реализация Шадоу Блейда от Ортеса началась. Развалился под собственным хайграундом у нас Висп. Но Аки единственный, кто так часто у нас умирает. Четыре смерти у нас для Аки. 2000 на руках у Ортеса. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но что-то себе выковыривает. Ну что, у нас драка на миде. Я так понимаю, собирается. Соник Вейв пошел от Пайката. Сразу же Мек от Гадема. Блэк Холл. Боже мой. Гадем, Блэк Холл в крипов. За это Гадем и поплатился. Даблкил от Лоды. Лода не ощущает команду Хелл Рейзерс вообще. Тараска есть. Есть армлет. Келлинг спри у нас для Ортеса. Ортесу бы бежать отсюда. Никого на подсейф нет. Очень далеко у нас Дред. Ортесу надо просто валить бешеными темпами. Я так понимаю, надпись ГГ Ортес здесь обсуждает. Триплкил. Бреста развалили. Но нельзя. Вообще нельзя ГГ писать команде Хелл Рейзерс. Надо до последнего биться. И надо попытаться хоть как-то. Но эту катку перевернуть. Одна победа, собственно, не решать. Там переигровка придется с Би-Би-Си. Вообще будет ли еще это одна победа? Тут я уже насочинял. Хэр может вообще собрались обе катки сливать. Ортес срывается у нас с Пайката. После блинка. Но здесь Хеакс. Пайкат сыпется. Надо разваливать Пайката. Но уже готов блинк. Еще и Висп. Как вообще с ним бороться? Непонятно. Фуловый почти Пайкат. Просто с одного тизера от Виспа. Направился в лес. Может, мачку получится заговорять. Так вот. Закончу, собственно, мысль. Хэром что одна победа, что ноль побед. Лучше всего две. И тогда идти. А одна победа. Там еще придется бороться с Би-Би-Си за первое место. Надо оно, Хэром? Думаю, точно не надо. Лишних игр никто играть не хочет. И опять же, эту отдавать, какая будет вторая. Может, вторая будет хуже, чем данный матч. Ну, пока у лоды все великолепно вообще. По фарму на первом месте. 15 тысяч в мейнкере команда Alliance уже насобирал. 15 тысяч у него, 10 тысяч у Пайката. Персеверанс для Квапы. Неужели рефрешер у нас Квапа решила собрать? Вообще, полнейший наглеж от Пайката. Ортес тоже 10 тысяч. Ну, как-то по Ортесу не очень заметно. Гоняется у нас здесь за Никвой. В инвизии Ортес. Ну, попробуй ворвись. Ворвись в него. Врывается у нас в Никву Ортес. Никва рассыпался. Доминейтинг. Ну, Сларк нормально держится. Стрик уже заработал 1600 на руках. Ultimate Orb есть. Еще там 2-2,5 до Скади. Можно и подраться. Лода вместе с Виспомп. Торвисты от Лоды. Дай самому пацану побегать. Зачем ты вообще все время с ним бегаешь, Аки? Дел как будто у Виспа нет. Не понимаю. Фантанс пошел у нас от Лоды. Куча ХП. Куча дэмэджа. Притянули у нас Афониджи. Кирпич на голову. Пошел Лоде. Рассыпается здесь Варлок. Дред бегает еще живой. Ортес. На лоу ХП Ортес рассыпается. Ну и 4 секунды у нас в Горце стан. Горц рассыпается. Триплкил для Пайката. Даблкил для Лоды. Как драться? Пес вообще его знает, как драться. Все. ХП регенится. Фулловый. Фулловый сейчас будет у нас. ЦК. Когда подойдет к Т2. Там на хэкграунд заходить вообще. Высших не чувствует. Боли не чувствует. Просто миссиву. Это еще БКБ. Вообще Лода не собирает. И наверное не будет. Офига в принципе БКБ, если у тебя ХП и куча. И реген этого ХП больше, чем команда HR в пятеро может снести. Ну да. Ситуация полнейший шлаг. Для Хеллрейзерс в 9000 по золоту. Альянс по экспириенсу тоже 8000 в пользу команды Альянс. Тут иллюзии пошли рассказывать о Фонидже. Ну нормально. По шансам еще иллюзиям сражаться. Ну разваливают иллюзии очень долго. Бьют иллюзии Гаддем. Бьет о Фонидже. Обхивал под ногу. Под ноги нафига Лоди вообще в принципе в движении, если он стоит на месте и вымешивает. Ну что, свапнули Лоду, а Эггис пропал. Можно ковыряться. Забирает его Висп. Увозит отсюда. Ну возврат я уверен, что будет. Ну куда Лода вообще денется? Нет, 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 нет. Лода у нас пошел фармить Т2. Ну надо Виспа хотя бы наказывать за такую наглость. Ну аки здесь разваливают, но вчетвером Виспа заковыряли. И то неплохо. Гаддем. Покупает себе Даггер. Приобретает Даггер, ну только не Блэкхоллы как на миде. Пожалуйста, Даггер, пожалуйста. Мека, БКБ, пожалуйста, Энигма. Просто соберись. Просто надо хороший Блэкхолл. Тогда хоть какой-то шанс у Ашеров появляется. Ну а так, конечно... Ладно, не буду червить. Вы сами прекрасно все понимаете. Пока что у Ашер вообще туманный горизонт. 10 по экспириенсу и 13 по золоту в пользу Альянс. И что печальнее всего, это то, что деньги сконцентрированы у нас в Лоде и в Пайкате. Кто должен был фармить, тот нафармил. А так, в принципе, распределение идет. Через одного все ровненько. Да, отставание имеется. Но отставание Гаддема, например, от мачки небольшое. Хотя, вы понимаете, сколько должен выфармливать Энигма и сколько должен выфармливать Огр Мак. Это несопоставимые вещи. Энигма на порядок больше должен фармить. Там появление раннего Даггера, там забранные крипы в лесу вражеском. Опять же, частенько у нас Никва во вражеский лес залетает. Где Гаддему фармить, непонятно. Ну, а там уже на минус морали. Сначала Блэк Холл на 2 миллисекунды, потом Блэк Холл вообще ни в кого. У Гаддема пока получается все достаточно плохо. Но непереворачиваемых каток, собственно, не бывает. И Дота в последних времен прекрасно позволяет 2-3 файта удачных провести и перевернуть игру как нельзя лучше. Правда, лейта меня немножко настораживает команда Альянс. У Ашеров нет такой мощной лейты. Если ЦК расфармленному драться против расфармленного Сларка, я бы, безусловно, ставил на Сларка. Дредд в Сайленсе. В Сайленсе, в Хексе, конечно. Гаддем здесь рассыпался. Никва вытащил его через Лассо. Ну и Дредда в итоге разваливают. На ровном месте два саппорта отъезжают у нас. Выкупается Дредд. Гаддема нет Байбека. Его здесь не будет. Блэк Холл опять. Собственно, можем считать, что Блэк Холл был проюзан. Был проюзан неудачно. Артес начинает у нас контрпуш. Т2 расковырял на топе. Ну, никто же отсюда уходить не будет. Через Фантазм здесь просто ковыряют Тавер. Вообще даже не реагирует у нас на Горца. Отреагировали на Горца. Лучше бы не реагировали. Горец на лоу ХП. Горец рассыпался. Огрмак забирает у нас Бристлбека. Ну, все как-то прет вообще команде Альянс. И мультикасты, и все вообще необходимое. Артес на лоу ХП. Уходит у нас Шадоу Дэнс. Даже подлагивать еще немножко от такого экшена началось. Уходит Шадоу Дэнс, но Артес выжил. На мид фармить. Уходит отсюда команда Альянс. Два голема стоят. У Варлока появился Аганим. И это более-менее неплохо для Ашеров. Но отстояли нижний лайн. Да, конечно, Артесу пришлось перетянуться после Т2. Фарм немножко подысяк. Подысяк. Ничего не покупает, как я понимаю. Собирает на... На байбэк, разумеется. Дальше уже будет думать. Под смоком. На иллюзию вышли. И попробуй пойми, иллюзия это вообще или нет, если все равно не сыпется. Ворвались у нас в лоду. Обхивал под ноги. Лода стоит. Артес начинает ковырять лоду очень сильно. Сразу же Аки уносит у нас лоду. Ну, куда вообще? Как против него биться? Ну, как это называется? Вернется ли лода? Лода мы сейчас увидим. Так, что висп? Тизер не разрывает. Возвращается лода у нас. Лода готов сражаться. Афонин же очень быстро сыпется. Викидсик опять для лоды. Блэк Холл по лоде. Лода в БКБ. Попробуй расковыряй его в этом Блэк Холле. Ну, печальная ситуация для Ашеров. Хотя лоду развалили. Квапа забирает у нас Энигму. А Сларк умудрился забрать у нас лоду. Но это уже прекрасно. 680 Артес заработал. После Скади появляется 2700 на руках у Артеса. Можно драться. Лода не неубиенный. Манта Стайл имеется. Имеется Тарраска. Опять же, это Тормлет. Можно не выключать. И Лода его не выключает. Ну и тем не менее. Тем не менее. Нормально Артес настилил. По демиджу всего достаточно. Скорость атаки огромная. Все. Байкат постоял. Посмотрел, как Рошана забирают. Никва будет ли врываться. Но без лосо куда вообще здесь врываться. Это, наверное, смерть. Ладно. Давайте по графикам глянем. Немножко в пользу команды Ашер графики поползли. Но этого мало. Еще 3-4 таких файта надо. Или хотя бы лоду. 3-4 раза разобрать хотя бы одного. Опять же, одного попробуй разбери. Все время аки пасется где-то рядом. Такая цель. Комбинация древняя, но комбинация рабочая. Пайкат. Цепляет его Артес. Бежать за Пайкатом не вариант. У Артеса от даггера нет. Пайкат отсюда уходит. У Артеса появляется. Абашер. После Скаде достаточно много денег уже у Сларка. По фарму где-то, где-то приближается к Квапе. Отстает всего на полторы тысячи. Ну, лода впереди планеты всей. Тут 21 штука с лишним. Горца появляется уже Сенжиньяша. После Сенжиньяша Плейтмейл готовится выход в Керасу. Давайте вообще по героям Ашер пробежимся. У Энигмы постепенно выход в БКБ. У Сларка. В принципе, мы здесь все видели. У Венжи Фулл Спирит. Ай, провал у Дреда, конечно. Полный Форстаф здесь старится. Но когда этот Форстаф появится, я даже представить себе боюсь. Афониджи 1700 после Аганима. Персеверанс появляется для Варлока. Ну, готовится выход в Рефрешер. Ну, разобрали здесь Дреда. Это несложно. Это станы и два удара. Все, лода полетел на нижний лайн. Очень быстро на Крысу. Вот она, Ред Дота. Нет Бульдога, зато Ред Дота живет. Бульдогов Альянс нет, но дело его живо. Ну, все. Очень быстро справились с Големами. Падают Бараки. Ну. Нифига, просто нифига не расскажешь. Ничего толком не сделаешь. Т4 можно смело идти. Какое количество иллюзий. Тут Манта Стайл. Фантазм. Все. Падает Т4. Рефрешер Орп у нас, кстати, от Пайката. Еще один Соник Вейв спину Гадему. Гадему у нас хороших Блэк Холлов сегодня не покажет. Артес. Просто сыпется от иллюзий. Лоду зацепили. Можно попытаться разбить. В Шадоу Дэнс входит Артес. Но Артес сыпется. Сыпется очень быстро. Потерянный Аегис. Встань и иди, Артес. Ну, куда тут уже вставать и куда идти. Все. Сыпется трон потихонечку. ГГВП пишут. Хелл Рейзерс. Первая катка не зашла. И это 100%. Не зашла. По всем лайнам был провал. И об этом уже можно... Тут уже, собственно, ничего не спугнешь. У Ашер шансов на... Нет? Не ливают? Что такое? Это фейк ГГ? Нет. Это не фейк ГГ. Развалился у нас трон. Ну, не ливают Ашеры, безусловно. Точнее, ливают все Ашеры. Все-все-все. Запутались по мыслям. Ашеры провалили лайны. На всех лайнах были сделаны, в первую очередь, команды Alliance. Фраги, а уже потом там какой-то более-менее вменяемый экшен организовался. У Ашеров был шанс, конечно, как-то подсейвить своего мид-лейнера. Но в итоге Warlock 0.6 у нас шел на ранних этапах. По-моему, до 10 минуты 6 смертей. Ну, понимаете, это полнейший трэш, более унижение. Ладно, переключаемся на вторую катку. Пока не забывайте. Если вам не сложно, я понимаю, что это не сложно, нажимайте follow на Twitch, это абсолютно бесплатно и безболезненно. Ну и заходите в группу ВКонтакте. Она прямо под окном Twitch. Там подписывайтесь на обновление. И, разумеется, все наши стримы выходят и появляются на стене. Там опять же к ним анонсы, там опять же к ним превьюшки. Мы стараемся, стараемся сделать наиболее комфортным ваш вижн на нашем стриме. Все, пару минут. Пока небольшой перерыв. Не переключайтесь. Графика, музыка. Услышимся через 2-3 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok